В Одессе с улицы Софиевской стала испаряться историческая лавовая плитка. Напомним, некоторое время назад городские власти затеяли ремонт улицы. Сняли асфальтное полотно, а вместе с ним и лавовый камень. Но если остатки дорожного покрытия продолжают лежать кучами вдоль проезжей части, то часть лавовой плитки уже успела исчезнуть в неизвестном направлении. Сегодня на улице Софиевской можно было наблюдать странную картину. Молодой человек, стоя на коленях, писал на лавовой плитке, когда-то отделявшую зеленую зону от проезжей части. После тщательной очистки плитки уксусом, что художник сам назвал омовением, он нарисовал лицо и положил на нарисованные глаза монетки. По греческой мифологии, чтобы переплыть через реку Стикс, богу Херону на лодке, надо было дать даме. Поэтому ложили монеты усопшему на глаза. Проводы лавовой плитки в мир иной, иначе не назовешь. Перформанс одесского художника Кирилла Бондаренко, известного своими картинами на куперах, на самом деле, хоть и акт современного искусства, некоторым образом намекает на акт вандализма, который на данный момент совершается чиновниками Одесской мэрии. Старинная и очень ценная лавовая плитка, которая украшала центральные улицы города, не один век стала исчезать не только с самих улиц, но и из Одессы. А все потому, что ценная она не только в виде исторического наследия, но и как товар, идущий с аукционов на ура. Часть камня просто выбрасывается в мусор, и наиболее ценный камень его просто продают налево. Мы абсолютно не верим, что тот объем, который хранится на складе КП «Городские дороги», соответствует тем объемам, которые вынимаются с наших улиц. Можно было быть спокойным до какого-то момента, зная, что под асфальтом, под покрытием лежит брусчатка, как на многих улицах это было. А сейчас уже спокойным быть нельзя. И я думаю, что вот эта реконструкция Софиевская, такая неожиданная, она была сделана не только для того, чтобы распилить бюджетные деньги достаточно большие, но и для того, чтобы вот этот объем камня отсюда вынуть. То, что с лавовой плитой происходит, ну это вообще возмутительно, потому что никакой необходимости действительно вот в историческом центре менять вот эти вот бордюры абсолютно нет. Во всем мире всеми силами сохраняют и охраняют историческое и архитектурное наследие. И только у нас здесь, в Одессе, торгуют тем, что когда-то привлекало в наш город туристов и что делало Одессу Одессой. Где мы видели, заменялся покров то ли на плитку, то ли на асфальт. Асфальт. Везде слетала эта вулканическая плита и нам ставили бордюрчики из бетона, которые на данный момент практически все уже разрушились. Тем самым нам подменяют нашу историю. Да, накануне перформанса чиновники заявили, что обязательно будут номеровать старинные плиты, аккуратненько отвозить их на склад, чтобы затем она могла быть восстановленной на прежнем месте. Свежо предание, но верится с трудом. Собственно, вообще не верится. Поскольку точно так же исчезла брусчатка, например, с отреконструированной улицей Преображенской и Тираспольской площади. Мы уже рассказывали о том, как хранится драгоценный для города камень. Словно мусор валяется под открытым небом на так называемом складе управления дорожного хозяйства. И потихоньку испаряется в неизвестном направлении с аукционов. И, скорее всего, та же участь ждет, если не всю уже снятую лавовую плитку, то, по крайней мере, значительную ее часть. Вы знаете, они, может, действительно пронумеруют ее, но она сюда не вернется, это точно. То, что она исчезает с наших улиц, это целый бизнес на этом поставлен. И многие сайты в интернете заполнены предложением продажи ее. И плитка – это наша плита лавовая, это наше культурное наследие. Она для Одессы очень уникальна. И больше, чем в Одессе, нигде нет в Украине. И то, что ее многие годы с центральных улиц просто по ночам выковыривают, на тачках приезжают. И потом группы целые, которые занимаются этим бизнесом, продают. Я считаю, что этим должна заниматься полиция, конечно, наша. Она это все хорошо знает. Понятное дело, что кражи плитки никем не расследуются и воров никто не ищет. Активисты предлагают всем одесситам, кто стал свидетелем такого воровства, нашего достояния, лавовой плитке, придавать данные случаи огласке, чтобы, по крайней мере, это преступление не совершалось в тишине.